а вот товарищи вот пожалуйста есть ошейник есть капли но словили вот видно визуально даже всем привет на канале sound illumination сегодня скажем так не планируемый эксцены выпуск видео наверное так в общем чтобы быть кратким дня четыре назад боны вот собачка кто смотрит мои видео и уже знают кто не смотрит видео познакомьтесь бона бона познакомься с нашими зрителями и поздоровайся ты моя зайка пойдем погуляем в общем дня четыре назад начала собака становиться вялой вот меняться поведение начало то есть и ну аппетит как бы чуть-чуть похуже стал вот осмотрели на наличие клещей и ну я честно говоря первый раз такое в своей практике встретил то есть я снял с нее около 20 клещей может быть даже больше уже просто там сбился со счета насколько как бы их много было на разной стадии укусов при том чтобы вы понимали за три дня до этого я ее осматривал все было нормально плюс собака обработана каплями от клещей практик капли довольно таки эффективны раньше у меня с ними вопросов никаких не было сейчас же снял 20 клещей притом некоторые уже конкретно очень набрались некоторые ну там были вяленькие только укусили там были стали вяленькими некоторые были укусы видно наличие укусов но клещей там уже не не было то есть они уже сами подпадали то есть на разных стадиях с нарывами без нарыва в общем очень стрёмные вещи вот конечно же сочном порядке вызвали ветеринара сделали там все необходимые процедуры то есть там прокололи собаку нормально вот от пероплазмоза бона конечно нас молодец она выкарабкалась вот прошло четыре дня в принципе собачка начинает поправляться потихоньку первый раз мы вышли мораль видео в чем хоть какие были морозы этой зимой но на самом деле клещей очень много особенно вот как здесь вы видите лесистая зона зона риска скажем так плюс сезонность то есть конец апреля май и конец ну весь сентябрь там начало октября это вот зоны риска там где повышенная активность этих всех вредителей скажем так врагов нашего с вами дела вот и ну соответственно как бы рекомендую настоятельно рекомендую очень внимательно осматривать собаку очень внимательно контролировать такие ситуации потому что как я уже сказал капли не помогли вот и ну там какие-то там таблетки типа бровекта ошейники тоже там стопроцентной гарантии не дают потому всегда если вы там выгуливаете собаку особенно вот таких вот местности где есть повышенный риск настоятельно вам советую рекомендую вот осмотреть свою собаку в наличии клещей осмотреть свою собаку если она там где-то напряженно стала чесаться посмотреть там может там есть укус какой-то то есть контролировать эти все моменты и если видите что собака начинает ну меняется в поведении становиться вялой менее активной там аппетит пропадает темная моча становится срочно же к обращайтесь к ветеринару потому что пироплазмоз это такое заболевание которое там нас на первых стадиях там еще нормально лечится то есть когда там инкубационный период проходит до этой заразы которые клещи заносят а потом особенно без лечения то 98 процентов это летальный исход для собаки соответственно чтобы даже не допускать таких моментов потому что допустим я потерял очень много как бы вот скажем так нервов за эти вот за эту вот неделю слава богу собачка нормально молодец как бы там это все дело вытянула вот пошла на поправку будем надеяться что все будет хорошо самое стрёмное все позади даже чтобы этого не случалось у вас просто осматривайте собаку свою контролируйте не надеетесь на какие-то там обработки это все как показывает практика не совсем эффективно на данный момент времени то ли какие-то клещи стали другие то ли как бы там не для этой местности не такой не такие капли я подобрал ну не знаю сейчас еще вот как видно ошейник еще хороший киллфикс повесили плюс как бы там обработал бутоксом есть такой недорогие ампулы для обработки там места содержания животных бутокс и чтобы насекомых всех там отпугивало ну вот там разводить она 14 гривен на 5 литров стоит воды разбавили обработали то есть распшикали этот раствор по месту там для собак это безопасно для животных других безопасно а для клещей это смерть это дополнительно вам даст гарантию то есть вот эти все моменты контролируйте и самое главное осматривайте свою собаку то есть приучите себя к осмотру для того чтобы нормально осмотреть руки лучше всего чтобы были голыми скажем так без перчаток если перчатки одевайте то медицинские какие-то одевайте перчатки чтобы тактильно вы могли словить какие-то комочки на ее шерсти потом рассмотреть потому что визуально вы ну где-то блин там 30 процентов что вы увидите и то если у вас светлая светлая шерсть если темная шерсть то там вообще 10 процентов максимум потому при осмотре всегда вот руками и смотрите своими руками то есть взяли и вот так вот прям кожицу типа как массаж перебирайте 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 если есть какие-то комочки раз рассмотрели допустим нету пошли дальше как бы там вот смотрите сейчас посмотрим как раз после прогулки может быть несмотря на то что я говорю вот что-то есть допустим что-то почувствовал сейчас посмотрим что это такое но это наверное просто раз когда я укусали наверно на камеру будет плохо видно вот как бы вместо укуса уже заживает а вот товарищи вот пожалуйста есть ошейник есть капли но словили вот видно визуально даже ну тем более руками вы нащупаете разгребаем не успел еще как бы даже укусить только-только там что-то пробует доходит вот шевелится падла если вдруг укусил взяли желательно под корень и по часовой выкрутили ты моя зайка сейчас мы тебя еще будем смотреть по часовой выкрутили вот так вот он выглядит выкрутили и и если он уже укусил ветеринары некоторые там просят чтобы оставили для анализа если что то просто сразу уничтожили если нету как бы ну в любом случае уничтожили или там огнем или придавили там нормально вот и в какой-то кулечек там сложили может надо будет для ветеринара давай еще посмотрим ну и продолжаем собака может беспокоиться потому особенно те места где ее укусили они болезненны довольно таки вот и она может беспокоиться потому здесь надо терпение спокойненько ее там возвращаете и щупаете щупаете дальше то есть лучше вы потратите больше времени и потом все будет хорошо ваши нервы и здоровье собаки будет целые ну и кошелек соответственно чем вы побыстричку пробежите ну типа посмотрел посмотрел все нормально и на этом все а потом будут как бы там проблемы значит что еще хотел сказать зона риска особенно внимательно просматриваем морду голову собаки зону холки вот эти вот лапы как видите на одном снял вот вот здесь вот они любят вот тут вот любят кусать здесь я никогда почти не встречал там может быть там встречал пару вот давай вот тут вот на вот этой вот части иногда даже были но они лезли куда-то другую здесь чтобы там прям укусили и снимать такой у меня на практике не было тоже на всякий случай там смотрели и круп зона крупа зона крупа вот тут вот лапы внешняя внутренняя сторона под хвостом и положили потом посмотрели там еще животик с внутренней стороны там лапки все осмотрели самое главное вот чтобы вы понимали что собачку надо в такие моменты смотреть в теплое время года клещи это очень серьезная опасность и она может мало того что там нервов вам сократить и здоровье собаки убрать вот как видно собачка похудала конкретно ну вытягивается но вот это вот все по здоровью конечно ей дало нормально вот чтобы этого всего не было осматривайте обратите на это внимание всем спасибо за просмотр контролируйте здоровье ваших питомцев и за них в ответе еще раз спасибо за просмотр этого видео подписывайтесь на канал здесь я буду стараться постоянно выкладывать интересные видео в сфере кинологии и до новых встреч на канале sound illumination пока